Пример игры, в которой получаются все числа, это так называемая игра «Хокин Куш». Или иногда ее называют «Кустовецка». Переводят на русский. Важна личность игроков. То есть важно не только, кто первым ходит, но и важна личность игроков. И мы будем говорить, что здесь есть один левый, а игрок первый правый. Про личность я буду говорить левой и правой, а про порядок хода, соответственно, первый и второй. То есть будет у нас четыре варианта, что левый ходит, первый выигрывает, но, да, про варианты очень похожи. Значит, здесь игроки левый и правый, и также левый будет играть синим цветом, а правый будет играть красным цветом. Заботиться очень легко. Красный – это Red на букву R, а синий – это Blue, но не на букву L, но там L в середине. И имеется некоторая картина в самом начале. Значит, в самом начале есть некоторая картина из синих и красных отрезков. Значит, тут есть некоторый такой уровень земли. И из этой земли растут какие-то графы из рёбер, и эти рёбра могут быть либо синими, либо красными. Давайте я буду так обозначать. Значит, красный я буду обозначать прямым отрезком, а синий я буду обозначать вот таким вот зигзагом. Заботиться это можно так, что вот в WP – это как много зигзагов, да, то есть это вот как такие буквы. Ну, а V – прямая палочка, вообще все плавные, только здесь группа есть. Соответственно, тут все будет плавно. Ну, и дальше какая-нибудь, может быть, картина. Какая-то вот такая вот картина из синих и красных отрезков. Это как бы игровое поле, на котором они играют. А после этого они ходят по очереди, но кто-то ходит первым. Либо левый ходит первым, либо правый ходит первым. И после этого левый может стирать синие ребра. А, соответственно, правый может стирать красные ребра. При этом, если какой-то кусок оказался не связан с землей, то он весь тоже исчезает. То есть тут вот все связаны с землей. Например, если синий первым ходом сотрет вот этот ствол у кустика, то тогда все эти ветки тоже исчезнут. Но зато, если вот эту стену домик исчезнуть, тогда только эта стена исчезнет. А вот если вот эту же стену исчезнуть, то она и весь домик исчезнет. А можно просто с крыши сейчас их разбирать, тогда ничего не будет исчезнуть. В общем, если какой-то кусок оказался не связан, то он исчезает. Ну и дальше общий вопрос. Стейн в следующем. Пусть какая-то картина нарисована, тогда кто в ней выигрывает, если первый ходит левый, и кто в ней выигрывает, если первым ходит правый. А выигрывает тот, кто стирает последнюю линию? Да, да, правильный вопрос. Почти всегда в таких играх это так. Выигрывает тот, кто... Сходил последним. Ну да, кто сходил последним. Кто сделал последний ход. Точнее можно сказать следующее. Можно сказать, что проигрывает тот, кто не может сделать ход, а у того, кто выигрывает, может даже несколько годов остаться в запасе. Вполне может быть так, что... Например, если левый будет играть неудачно, то он будет сначала стирать вот это вот, вот это вот, вот это вот, а правый все это время будет стирать вот эти вот. И потом левый сотрет вот это, а у правого тут еще три целых. Получится отрезка. И таким образом у него, как бы, фора в три хода. Хорошо, значит, вопрос, кто выигрывает. Значит, как вообще можно понять, кто выигрывает? Ну, мы начнем говорить про... Относительно простые вещи. Ну, какие самые простые? Ну, когда там какое-нибудь одно либро, да? Ну, вообще, самое простое, когда вообще ни одного либра нету. Если пустая картинка, пустая картинка, пустая картина, тогда кто выигрывает? Второй. Да, тот, кто ходит вторым. Независимо от того, левый или правый ходит первый. То есть пустая картина здесь выигрывает второй. Если одно, синее ребро. Тогда выигрывает синий. Тогда выигрывает синий, да? То есть левый. Независимо от того, кто первым ходит. То есть, если синий первым ходит, он срезает это ребро, и красному некуда ходить. А если красный первым ходит, ему сразу некуда ходить. Да, и синий его срезает. Соответственно, если красный ребро, то выигрывает правый. По тех же самым причинам. Ну ладно, если, например, по отдельности, да? Второй выигрывает синий. Здесь всегда выигрывает синий. Хорошо, если, видите, вот такая картина. Здесь вот такой вот. Да, вот такой вот домик. И еще вот такой. Тогда кто выигрывает? Второй выигрывает. Снова выигрывает второй, потому что здесь симметричная картина. Значит, всегда можно ходы первого повторять в другой компоненте. Да, и получится, что всегда есть ход, который можно сделать. Значит, здесь снова выиграет старт. синий. Значит, теперь давайте вот такой посмотрим. Пусть теперь будет вот такая башня. Красное ребро, а потом синее. Красный. Да. Очень ясно, что выигрывает красный. Почему? Потому что, если он вверх будет, он сразу срезает, и все исчезает. А если он ходит вторым, то сначала синий срезает верхнюю часть ствола, и красный нижнюю часть ствола. То есть, в любом случае, выигрывает красный. Ну, хорошо. Значит, смотрите, вот здесь выигрывает красный, и вот здесь выигрывает красный. А что, если мы вот в этой картине, соответственно, вот такой вот столбик, заглянем на вот такой вот? Что тогда? Кто здесь выиграет? Да, здесь выиграет синий. Почему? Красный. Ну, типа того. У красного есть только один ход. Как правильно синему делать первый ход, если он первый? Нужно оплодить, который истегает с разным. Да. То есть, нужно срезать верхушку. Нужно срезать верхушку, потому что после этого красный нужно срезать вот это, и синему остается одно ревно. А если красный первым ходит, то эта верхушка пропадает, но зато в любом случае вот это еще остается. вот смотрите, тут получается, что это все-таки немножко разные игры. Вот эта игра и вот эта игра. С точки зрения того, кто выигрывает, это игры эквивалентные. И здесь выигрывает красный, и здесь выигрывает красный. но с точки зрения того, как эта игра взаимодействует с другими, это игры разные. Да, потому что если к ней приписать еще вот такой вот столбик, то тогда здесь выигрывает второй, а здесь выигрывает левый. левый. Хорошо. Я такую игру проанализирую. Припишем такую штуку дважды. Значит, пусть здесь будет одно синее ребро, и два вот таких вот куста с красным стволом и синий верхушек. Кто здесь выигрывает? Либо красный, либо синий. В зависимости от подобных. Красный. Ну, смотрите, вообще вот, может быть, в принципе, четыре варианта. Либо всегда выигрывает левый, он же синий, либо всегда выигрывает правый, он же красный, либо всегда выигрывает второй, да, как вот здесь вот, или вот здесь вот. Либо всегда выигрывает первый. Вот там утверждает, что только выходит второй. Красный. Так. Сейчас, кто за то, что здесь выигрывает красный? Всегда. Всегда, да, всегда красный. Так. Так. Пять, у меня шесть. Кто считает, что здесь всегда выигрывает синий? Сколько больше? Двенадцатый. Так. Кто за то, что здесь выигрывает первый? Пять. 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 А кто за то, что здесь выигрывает второй? Один всего. Два. Ну, хорошо, давайте поиграем. Давайте поиграем. Значит, пусть ходит первым красный. Значит, у красного, в принципе, выбора нет особо. Потому что вот это вот и вот это вот одинаковые вещи. Да, поэтому красным более-менее все равно. Вот это вот либо срезать или вот это срезать. Вот. Соответственно, он это срезает. И остается вот такая ситуация. А здесь мы уже знаем, кто выигрывает. Да? Здесь выигрывает синий. Независимо от того, кто будет первый входить, да? Но он, соответственно, будет ходить первый. После того, как уже красный сходил, оставшийся играет синий, будет ходить первый. Поэтому если начинает красный, то выигрывает синий. Если начинает f, то выигрывает l. Синий. Потому что свойство вот к этой игре. А вот у синего уже есть два разных хода. Да, он может срезать отдельную травинку. А может, соответственно, срезать верхушку. Но на самом деле, если он срежет травинку, то он уже ясно, что проиграл. Да. Потому что дальше, в любом случае, последний крон за красным останется. Ну, давайте рассмотрим, что будет, если он срежет верхушку. Да, вот он срезал верхушку. Что нужно делать красному? Красному, который отбыл на деревьях. Да, правильно. Если, значит, если синий срезал верхушку, то красному выгодно срезать вот это. Потому что там он как бы отнимает лишний ход у синего. И после этого синего приходится срезать вот это. А у красного еще есть в запасе, да, еще и в запасе вот эта вот вещь. И получается, что если начинает левый, то выигрывает правый, красный. Значит, что в итоге получается? Получается, что второй выигрывает, да. Это наименьший рейтинг голосования, но правильный ответ. Значит, получается, что выигрывает второй. Можно еще вот что обсудить. Утверждается, что здесь никогда не получится так, что выигрывает первый. Что всегда будет либо левый, либо правый, либо второй. А так, что выигрывает первый, никогда не получится. Но тут какая идея? Если у первого есть выигрышная стратегия, тогда второй может пытаться ее использовать. Пусть, например, синий играет вторым. Известно, что у него есть выигрышная стратегия в том случае, когда он играет первым. Но что может быть плохого? Может быть плохого, например, в том, что ему было предписано срезать какое-нибудь ребро, а это ребро уже срезано предыдущим ходом, соответственно, красным. Но на самом деле это можно обойти, он будет срезать какое-нибудь другое ребро. Ну, я думаю, что непосредственно теоретное трудно доказывать. Лучше постепенно познакомиться с тем, как вообще у игр возникают значения, и как значения одних игр связаны со значениями других. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!